покупаешь в интернете пользуйся кэшбэк возвращая часть денег со своих покупок подробности в описании под видео здравствуйте дорогие друзья с вами все еще я андрей кофтун и приветствую вас в рубрике распаковки сегодня ко мне приехало две посылки с двумя новинками с одной можно сказать долгожданно это юми супер и со второй это куба динозавр некоторые тоже ждали этот смартфон потому что по технической части оба эти гаджета не реально впечатляет но для начала мы ознакомимся с юми супер я считаю что по железу он действительно супер но все те кто знаком с данным брендом а со мной однозначно согласятся что данного бренда рельсы в пушке это же я могу сказать и о бренде элефон и улифон все вот эти вот скажем так бренды из среднего эшелона тени короче со своими косяками но ребята юми супер на бумаге мне действительно впечатлил давайте-ка посмотрим что написано на официальном сайте дисплей от компании sharp usb type-c который устанавливали на заводе foxcon камера основная от panasonic фронтальная от samsung 4000 миллиампер аккумулятор поддерживает быстрее зарядку pump express plus что еще там было из интересного 4 гига оперативной памяти 32 гига постоянной памяти встроен hi-fi аудио чип gorilla glass 3 поколения короче полный full и все это по моему за 180 баксов без учета кэшбэка за 170 долларов в этой комплектации смартфон можно приобрести будет на алиэкспрессе короче это просто космос вот но но это компания юми и так ли будет все сладко в реальности и мы с вами узнаем уже в этой распаковке и первое что достаю это достаю металлическую металлическую упаковку в которой стрятаны юми супер металлическая упаковка когда вообще видели смартфон металлической упаковки за 180 баксов я вот сам не знал как выглядит упаковка сейчас сижу немножечко в шоке так ну просто пока что слова у меня нет во всяком случае потому что металлическая упаковка тем более ну выглядит она реально премиально так в общем-то с ней мы ознакомимся уже в привычном ракурсе но сейчас сейчас мне хочется и открыть и какие-то первые впечатления в поводу данного сабжа высказать так ко мне приехал смартфон в темно-сером цвете скажем так что я вам могу сказать что я могу вам сказать сборка его сразу могу сказать что отлично нет ни люфтов не скрипов толстоват кабанчик до 4000 миллиампер часов толстоват но я не ругаю производителя за это потому что в общем-то смартфон не толстый не кабан вообще то есть ну я имею ввиду что для толщина в принципе приемлемо намного интереснее когда смартфон с вот такой вот толщиной но с нормальным аккумулятором 4000 миллиампер часов круто так сканер все в принципе вот сводящийся держу в руках вполне достойного лет вполне достойно так ну что же переходе в привычном ракурс и начнем более детально знакомиться с этой новинкой поехали ну что ж вот таким вот образом у нас выйдет упаковка поближе металл так на задней стороне упаковки нас указаны технические характеристики этого смартфона вот за его работ отвечает процессор helio 510 8 ядерный 4 гига оперативки 32 постоянные в общем только что и все это вам говорил так открываем упаковочку так смотрим что у нас внутри в общем то вот такой вкладыш так понимаем все довольно пафосно выглядит так сам смартфон далее вот такой вот вкладыш нас иголочка входит иголочку мы занимаем скажем так вот такой вот мануал на английском языке к русского языка я здесь не вижу далее зарядное устройство напоминаю что смартфон поддерживает технологии памп экспресс класс параметре 12 вольт 125 ампера сила тока так либо 9 вольт и 167 ампера сила тока так далее у нас юсб кабель тайп си так ну собственно говоря и все вот такой стандартный комплект поставки от производителя ну и начинаем знакомиться уже непосредственно с самим смартфоном так мне уже сейчас интересно почему производитель на официальном сайте не указал габариты этого смартфона и его вес сейчас мы все это будем проверять так вот сравнение с meizu m3 note meizu m3 note мы видим что meizu немного тоньше его емкость аккумулятора составляет также 4000 миллиампер часов до 4100 но вот у меня немножечко нас по высоте и меньше но шире но шире нежели meizu хотя хотя вы знаете плюс минус так немножечко может быть шире возможно то есть видим что практически идентичны в этом плане так и вес вес извините конечно же за кухонные скажем так весы внутри них у меня сейчас нет так вес 199 грамм то есть это настоящая лошадь по сравнению с тем же meizu m3 note так чик видим 166 грамм разница сколько у нас там 33 грамма это думаю почему производитель на официальном сайте не заявил эти все параметры так с задней крышки мы снимаем транспортировочную защитную пленку верхней части тыльной панели на сканер отпечатков пальцев по заявлением компании yumi как у четвертого поколения то сработали должен сверхбыстро считывать отпечаток за 0,1 секунды двухцветная двузонная светодиодная вспышка глазок камеры второй микрофон для шумоподавления в нижней части название самого смартфона на правой боковой стороне нас кнопка питания и кнопка регулировки громкости кстати нажимается не простенько скажем так не туго но не болтается по зак сидят довольно таки неплохо сборка их принципе неплохая на верхнем торце у нас стандартный джек три с половиной миллиметра для гарнитуры на левой боковой стороне к эта кнопка скорее всего к это умность не незнакомился в общем кран такую с ее функционал напор немножечко ознакомимся возможно в роли спуска затвора для фотоаппарата служит так лоток лоток себя включает два слота для sim карт формата микро и один слот является комбинированными либо карта памяти либо sim карта так все частоты и укажу в описании 4g сетях работает так лоточек не болтается нет этого звука так снизу у нас юсб порт тайп си опять-таки по заявлениям компания юми его устанавливали на заводе foxconn и две сетки подобной из которых расположился микрофон и под второй внешний динамик каркас выполнен полностью из металла произвели вообще заявляют что из юни бари корпус вот есть три пластиковые вставки них я вам сказал так и на лицевая панель лицевая панель мы снимаем вот эту пленку то есть от производителя защитная пленка на лицевую панель наклеена хотя ребят хрена сдал вот я снял верхний слой и снизу здесь никакой пленки не оказалось как-то общем транспортировочная пленка где-то муляжик ну да ладно вставили немного так точно с выполнен из защищенного стекла горилла глаз третьего поколения опять-таки по заявлениям компании юми примена к нему технологии два с половиной наде торцы у нас закруглены в общем-то сборка неплохая в руках сидит удобно то есть внешнему виду даже несмотря на то что скажем так и вес смартфона составляет 199 грамм то есть минут не знаю какие-то претензии сверху нет то есть скажем так какому-то весом минусы это пока что относить не буду включаем смартфон и немного о дисплее диагональ дисплея пять с половиной дюймов матрица ltps воздушного слоя между дачи мы дисплеем нет матрица от производителя шар насколько она хороша мы узнаем прямо сейчас по поводу олеофобного покрытия так олеофобное покрытие олеофобное покрытие на мой взгляд ну какой-то печальный так сейчас вот мезу возьму вот разница колоссальная ребят мезу олеофобное покрытие в разы лучше действительно грозы лучше так в нижней части лицевой панели у нас находится вот такая вот мигающая кнопочка в стиле мезу так как мы видим от производителя нас предустановлена мультиязычная прошивка выбираем русский язык поехали к этому пропускаем так вот наш смартфон загрузился его по поводу вот это вот лет индикатора у него 7 цветов может быть синий красный короче там куча цветов на официальном сайте можете посмотреть видим что мигает он довольно симпатично какого хрена он сейчас мигает я пока понять не могу так сейчас уведомлением уберем и он все равно мигает как у нас уведомление не было друзья у нас не было уведомлений почему мигает вот на включаем юсб таки на зеленый индикатор загорается в роли индикатора события ожидаем это штуковина работает так сенсорных кнопок больше нет опять-таки повторяю что на экранной сенсорной кнопки решение как всегда очень печально я не знаю как так можно тупить если честно часть экрана занимает они убрать их не они вот можно свайпом низчик оп они убираются крученько даудистая кнопочки так же как и в лего шарки то есть в принципе ладно все забирай свои слова обратно но все равно лучше бы были бы сенсорные кнопки верхней части разговорный динамик камера датчик освещенности и датчик приближения так мы их 5 первые впечатления по поводу экрана матрицы ну как то вот в общем то неплохо нужно конечно же более детально тестировать давайте пробую какую-то другую заставку выбрать ну что это какая-то черненькая в общем невзрачная они ребят тут всякие черненькие невзрачные давайте хотя бы с розовым цветом ставим блин в общем дисплей неплохой но пока что чего-то там сверхъестественного всяком случае я не увидел так панель уведомлений так заходим в настройки поглядим что это у нас здесь на какой версии android работает данный аппарат так версия android 6.0 есть возможность обновления прошивок по воздуху вот на это уже будем делать в полном обзоре что у нас еще есть интересного в настройках так в настройках можем задавать функционал вот этой вот назовем ее умные кнопки так один раз нажимаем ничего у нас ничего не происходит да так когда смартфон нас находится не в спящем режиме и мы нажимаем эту кнопку то сразу быстренько нас открывается камера вот если вам не нравится что открывается камера вы можете задавать функционал и другой то есть допустим чтобы не камера отключалась допустим радио включалась либо что-либо другой но думаю что камера принципе по умолчанию выбрана в тему так дальше что у нас есть из интересного так выключаем нафиг это индикатор нет смотрите ребят я пока что не могу выключить этот вот светящийся кружочек как же выключить вот я понимаю что можно настраивать вот все я выключил вам нужно будет зайти для того чтобы отключить вечное мигание вот это вот кружка светящегося нужно будет заходить этот пункт меню стендбай дисплей короче но мы устанавливать и все после этого в общем все работает отлично здесь же вы сможете настроить функционал принципе индикатора событий улице и цвета красный зеленый голубой желтый саяны виолет и по ним фиолетовый цвет так в общем-то буду индикатора события думаю все ясно и понятно так идем дальше идем дальше идем дальше настройках экрана температуру цветовый сплея нельзя устанавливать так можно настраивать датчик приближения включить функцию вайфай дисплей перенести изображение на ваш телевизор так для передачи данных на другого устройства вы сможете воспользоваться bluetooth пока что я не нашел смарт функции смарт функции не нашел специальные возможности ищет бар так вот в специальных возможностях вы можете менять расположение вот этих вот на экранах кнопок также здесь вы сможете активировать либо деактивировать эту стрелочку с помощью которой мы сможем убрать принципе на экранные кнопки но лично мне эта фишка нравится убирать и не будет так далее мы зайдем настройки погибли может быть с отдельным пунктом меню вынесены те же самые смарт функции нет ребят смарт функции я пока что не нашел есть радио для работы радио нужно подключать гарнитуру в общем в данной версии прошивки у нас смарт функции нет таких как пробуждение с помощью двойного тапа и так далее сейчас мы с вами проверим громкость из внешнего динамика динамик у нас один находится правее от type-c порта в общем ребят динамик серии не могу сказать что огонь его громкость немного выше среднего то есть на звук немножечко репящий то есть внешний динамик здесь не супер такой средненький скажем так ну и далее мы проверим один из самых интересных моментов это работу сканер отпечатков пальцев так по пин-коду разблокировку выбираем регистрируем один отпечаток это просто прикладываю палец ну сразу могу сказать что срабатывает сканер отлично во всяком случае сканет отпечаток так мы попробуем разблокировать смартфон с помощью того самого сканер несколько раз подряд вот и прикасает их сканер не сработал не сработал 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 но к нему принципе как и к любому сканеру нужно немного приловчиться уверен что если несколько отпечатков зарегистрировать то в принципе наработали будет это более интересно скажем так вот ну пусть только зарегистрировали напечаток он работает в принципе неплохо но не сверх шикарно скажем так в общем-то вы сами видите работаю бывает так что и по несколько раз прикасаясь целом нужно более детального тестировать уже непосредственно в полном обзоре я зарегистрирую сразу несколько раз один тот же отпечаток и думаю что работать им будет более стабильно так и последнее что мы с вами протестируем ребята распаковки это камеры вот по заявлениям производителя основная камера получила сенсор от panasonic на 13 мегапикселей скорее всего сенсор такой же как и в улефон виена вот напомню что фотографировал виена так себе то есть не супер так ну сейчас мы запустим ту самую камеру так запускаем ее с помощью той самой умной кнопки чик кстати эта кнопка не служит в роли кнопки спуска затвора то сможем закрыть либо открыть камеру короче как то в общем то не так так ну ребят смотрите вроде бы как камера неплохая я так понимаю что фазовый автофокус у нас здесь присутствует фазовый автофокус так ну фокусируется довольно шустро довольно шустро это фокусируется да ребят фокусу скажем так претензий нет смотрите есть мгновенное фото можно делать множество фотографий подряд и по заявлениям компании юми в общем-то фокус у нас наводится уже непосредственно после того как мы сделали фото так кроме моментальной съемки мы можем использовать кнопку громкости в роли кнопки спуска затвора и присутствует панорамная съемка режим пип скажем так у нас и фронтальная камера основная сразу работает снимок с помощью жеста активация режима hdr применение различных графических фильтров так далее в настройках камеры что он здесь здесь есть интересного так максимальный размер фото равен 13 мегапикселя можем на уровень из регулировать вручную максимальное значение 1600 стабилизацию включать так вот электронную стабилизацию можем активировать при записи видео так ну и сделаем видеоролик так ребят ну автофокус при записи видео у нас не работает нужно пользоваться touch фокусом касательно стабилизации но в общем то видно что электронная стабилизация работает но подробнее об этом я уже расскажу в полном обзоре мы перейдем к небольшому знакомству с фронтальной камерой сенсор от samsung получила фронтальная камера на 5 мегапикселей бьюти применение различных графических эффектов присутствует снимок с помощью жеста hdr так дальше максимальный размер фото равен 5 мегапикселям уровень iso 1600 так и видео видео скорее всего 640 на 480 точек пишет так и видео видео у нас пишется разрешение 640 на 480 точек как я и говорил ну поводу камер фронтальной пока что какие-то выводы делать также не стоит то есть уже в полном обзоре более детально с этим моментом ознакомлю так ну и сделаем какие парочку пробных снимков и выскорим свои первые впечатления по поводу основной камеры вот и достал ммд мс и сделаем фотку фокус фокус словил вроде бы камера неплохая скажем так то с не могу сказать что огонь вот ну в общем нужно более детальной тестировать уже непосредственно в полном обзоре то есть но камера не ужас уже так можно сказать что камера не ужас учитывая что стоимость марта 170 баксов вроде бы как все неплохо и я готов делать какие-то первые выводы ребят перед тем как высказать свое первое окончательное мнение я в общем-то раздобыл смартфон уме touch и вот что я могу сказать в принципе уме touch скажем так вообще не взлетает с тем же уме супер его сборка выдает стыки между пластиками между металлом все в общем на более низком уровне то есть если сравнивать уме супер и уме touch супер конечно же выигрывает по всем параметрам вообще абсолютно по всем да и в принципе я считаю что с уме touch произведение промазал потому что было множество брака и так далее почитайте форумы принципе сами все увидите уме супер в этом плане интересен но я понимаю что стоимость уме супер да вот на старте продаж во всяком случае стоит сколько 180 баксов плюс кэшбэк 170 долларов и за 176 плюс-минус можно купить мезу м3 ноут на 16 гигабайт и вот я держу этих два смартфона в руках и понимаю что юми супер еще очень далеко до того же м3 ноута по качеству сборки по тем же кнопочкам то есть на мезем 3 ноуте никто более такой жестко нажимается ну короче в общем-то разница ощутимая по толщине корпуса про по весу то есть смесь в этом плане во всем конечно же выигрывает но если смотреть исключительно на бумагу то юми супер конечно же впечатляет своими 4 гигами оперативной памяти 32 гигабайтами постоянно памяти вот в такой базовой модификации напрягает то что низкокачественное олеофобное покрытие на м3 ноуте но гораздо лучше дальше вот эти вот на экранные кнопки они также очень неудобны лучше бы все-таки сделали их сенсорными потому что вот когда индикатор мигает да еще и на экранные кнопки с два кружка смотрится как-то это общем печально ну и собственно говоря не до конца стабильная работа сканер отпечатков пальцев в принципе он срабатывает не совсем ужасно вот но не так круто как заявил об этом производитель это уж точно возможно в последующих обновлениях допилит кстати одно обновление ко мне уже прилетела всем покажу вот обновление на 14 мегабайт какие-то баги пофиксил производитель в общем за свои деньги смартфон во всяком случае предварительно неплохо вот в antutu набирает он сейчас посмотрим вот около 48 тысяч баллов вот но если смотреть сразу же на конкурентов таких как м3 ноута ренби ноут три про то есть которые стоят плюс-минус немножечко дороже я не знаю есть смысл брать юми супер решать конечно же вам потому что по автономности работы он однозначно будет не лучше нежели свои конкуренты ну как-то в общем то опять таки на бумаге хорош в реальности так себе ставьте к этому видео тысячу лайков и получите полный обзор на этот продукт где купить новинку по актуальной цене я укажу в описании в комментариях под этим видео если вы еще не с нами добавляйтесь в нашу группу вконтакте подписывайтесь на наш канал в ютюбе и читайте комментируйте текстовые новости на нашем сайте andro news.com если у вас остались вопросы либо вы со мной где-то не согласны пишите об этом в комментариях ну а с вами был как всегда я андрей кофтун специально для andro news да прибудет с вами android пока пока